Туастрей Тюрнал, США, Пентагон приостанавливает договор по истребителям F-35 с Турцией. Нэнси Юсеф, Дук Камерон. Туастрей Тюрнал, США. 3 апреля 2019 года. США временно приостанавливают поставку дополнительного оборудования и запчастей в Турцию для уже приобретенных турецкой стороной истребителей F-35, F-35, в связи с намерением Анкары приобрести российскую систему ракет ПВО, несмотря на возражения США. Пентагон объявил об этом своем решении в понедельник. Решение администрации принимается в очень деликатный момент в отношениях Анкары и Вашингтона. США как раз ведут с Турцией переговоры о борьбе с терроризмом в новый период, когда так называемого исламского государства, организации, запрещенной в РФ, уже не видно на карте. Кроме того, США пытаются предотвратить вторжение Турции на ту часть сирийской территории, где Турция может взять на мушку курдские вооруженные группы, которых США считают своим ключевым боевым партнером на территории Сирии. Турция получила первую поставку истребителей F-35 компании Lockheed Martin в июне прошлого года, так что для оборонной промышленности США, главного поставщика вооружения для Турции, это объявление может означать мощнейший удар по поставкам одному из крупных покупателей. Пентагон в качестве причины при остановке обслуживания F-35 назвал неутихающий интерес Турции к российским противовоздушным ракетным системам С-400. Между тем Турция – одно из главных направлений для экспорта F-35, она и занимает в этом экспорте третье место среди клиентов США, уступая лишь Великобритании и Японии. Продажи в Турцию потенциально могут приносить более 8 миллиардов, и эта цифра еще не включая послепродажное обслуживание. Таковы данные самой индустрии военного самолета стране. В целом на экспорт планируется поставить более половины новых F-35 в течение ближайших пяти лет. И хотя недавние заказы от Японии и Бельгии могут закрыть некоторые из брешей, созданных отменой поставки в Турцию, любое снижение производства может ударить по планам компании. А планы эти состояли в том, чтобы снизить себестоимость производства одного самолета F-35 за счет массовости выпуска боевых машин этого типа. Лакхит Мартин планирует сдать заказчикам 131 самолет в этом году, а в 2023 году довести годовой выпуск до 160 единиц. Местные производители, включая турецкую военно-космическую компанию, тоже производят основные элементы этого типа самолетов. Есть даже совместное предприятие, СП, с корпорацией Нартроп Грумман, занимающиеся производством фюзеляжа. Пентагон заявил в понедельник, что ищет альтернативных поставщиков, способных заменить турок, примечаний редакции, но этот поиск может занять время. К тому же новых поставщиков надо будет еще сертифицировать, что может прервать производство будущих истребителей или повысить их себестоимость. Еще раньше, до ухудшения отношения Эрдогана с западными союзниками, примечания редакторов, Турцию выбрали для проведения работ по поддержанию боеготовности и ремонту этих истребителей, и для собственных, турецких нужд, и для нужд США и тех их союзников, которые используют самолеты данной модели. Особенно велика роль Турции в обслуживании двигателей фирмы Pratt & Whitney, Pratt & Persant Whitney, подразделения корпорации United Technologies. Пентагон уже сказал в заявлении, что он предпринял шаги по развитию дополнительных источников поставок для тех элементов самолета, которые производятся в Турции. Компания Lockheed Martin вчера для комментариев доступна не была. Прекращение поставок элементов самолета и соответствующего оборудования в Турцию стало первым шагом в цепочке действий, которые могут перерасти в прекращении любых продаж в стране. Турции – примечание редакторов, которое все еще является союзником по НАТО. Об этом Пентагон также предупредил. США и другие союзники по НАТО, приобретшие F-35, опасаются, что поставки одного из самых продвинутых американских истребителей в страну, уже обладающую российской технологией ПВО, может вызвать нарушение системы секретности, позволяя настроить российскую систему таким образом, чтобы она лучше обнаруживала самолеты производства США. Администрация поднимала эту тему, в переговорах с Турцией, примечания редакторов, в течение месяцев, но турецкое руководство вновь и вновь говорило, что не откажется от покупки С-400. Причина приводилась такая, турецкое руководство, мол, выполнило все свои обязательства на счет самолета F-35. В прошлом месяце группа сенаторов, представлявших и демократическую, и республиканскую партии, вынесло в Конгресс законодательство, останавливающее продажу F-35 Турции до тех пор, пока США не получат гарантии, что Турция не будет приобретать С-400. Турция, между тем, объявила, что поставки российской системы начнутся в июле. США предложили Турции свою версию продвинутой антиракетной системы, знаменитые ракеты «Патриот», «Патриот», в качестве альтернативы. Но пока что переговоры между Турцией и США по поводу такой сделки что-то замедлились. Турция в последние годы наращивала усилия, направленные на то, чтобы развивать и производить побольше оборонной техники у себя в стране. Причем такое импортозамещение касалось ракет и дронов. Страна, которая в течение многих лет опиралась на закупки американских боевых самолетов, ныне прикладывает усилия, чтобы создать собственный реактивный истребитель, хотя пока что ее программа по таким работам, называемая «ТФ-Х» никак не продвинется дальше дизайнерской стадии. Решение Пентагона по истребителям F-35 было объявлено менее чем через 24 часов после того, как партия справедливости и развития, которую турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган делает правящий уже много лет, потерпела обидное поражение на муниципальных выборах, проиграв борьбу за посты мэров двух крупнейших городов – Стамбула и Анкары. И хотя результаты выборов и их последствия носят предварительный характер, нарастающее напряжение в отношениях с США может быть легко встроено в версию событий от Эрдогана, согласно которой Турция является страной, осужденной крепостью. А это в свою очередь может помочь ему вновь укрепить свою пошатнувшуюся популярность внутри страны, после воскресной неудачи на выборах. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.